Аниме смотри весь день! Что нужно для атаку? Большой мягкий диван! Что нужно для атаку? Светной плоский экран! Хентай! Запускай! Юри! Посмотри! Устойся поудобнее и кайф лови! Испи! Предки твои ненавидят японцев за то, что тебе придумали слово НЯ! Каждый божий день одна и та же фигня! Эта аниме тебе убьётся, но и думать мне интересно... Привет, холопы! С вами Маширна Слуга, Ора Сама. Прежде чем я начну, я бы хотела сказать... Да, я в курсе, что про убийцу гоблинов сказали уже абсолютно все. Но знаете что? На Тимова Дворецкого тоже сделали обзор абсолютно все, даже в тех странах, где он запрещен законодательством. Так что, знаете что? Давайте я просто тоже внесу свою лепту в обсирание убийцы. Окей? Окей. Хорошо. А теперь просто слушайте моё личное мнение. Которое, на секундочку, я отнюдь не пытаюсь повторять за кем-то. Это моё личное мнение по поводу того сериала, который я смотрела. Так что всё, окей? Окей. Поехали. Ну, короче, сериал начинается с первой серии, которую, мне кажется, уже обосрали все. Но я так и тоже внесу сюда свою пару копеек, потому что, сука, я ждала до кончения сериала, чтобы это сделать. Короче, вот у нас есть главная героиня, которая одна из немногих, кто умеет читать и писать, потому что она жила при храме, и она вроде как продолжает ходить в этот храм. Но, господи, я так и не поняла, как это устроено, потому что в течение 12 серий нам так и не пояснили, что там у неё с этим храмом, почему она не молится в храме. Вообще, очень мало нам рассказали про этот мир, и это огорчает. Вот, где же та обещанная серьёзность? В серьёзном аниме всё должно быть рассказано. Ну и, короче, она сталкивается с компанией ребят, которые тоже новички в этом деле, они просто её пойти вместе с ними, они пошли вместе. Разумеется, на любой план они наплевали, ведь гоблины самые слабые, в результате кого-то убили, кого-то изнасиловали, и осталась только главная героиня. И знаете, что кто-то жаловался, что тут было слишком много цензуры, и поэтому сцена выглядела недостаточно жутко, и вообще очень жаловались на это. Но знаете, что тут проблема в другом. Дело в том, что даже при цензуре сцену можно подать как-то круто, интересно и стрёмно. И то, что у японцев сейчас началась цензура головного мозга, отнюдь не говорит о том, что они не могли сделать нормальную стрёмную сцену. Нет. Они могли. Просто она была зацензурена. Народ! Тёмный дворецкий! Изнасилование главных героев было зацензурено бабочками. Даже немногие поняли, что главных героев изнасиловали, но это всё равно было стрёмно. А знаете почему? Даже несмотря на то, что главный герой ещё там мразь, так же как демон, с которым он заключил контракт, и вообще там одни сплошные мрази, и главный герой заживо просто в порыве истерики сжёг тысячу и одного несчастного ребёнка. Живьём, сука, сжёг! Нам всё равно было его жалко. А знаете почему? Потому что специально для этого мангака вставила туда моменты, которые должны были нас бросить из радости в грусть. Главный герой был для нас живым. Мы видели его на протяжении всей манги, и потом ещё вот эти флэшбайки, вставленные мангакой, что было особенно жутко. Убийцы гоблинов этого не было, нам просто вручили несколько кусков мяса, которые мы забыли уже через пару секунд. Кстати, можешь не здороваться, они одноразовые. Но познакомиться же надо. Привет, я Тарас Педа... Я поняла. Ладно, а вас, девчонки? Изнасиловали. Убили. Я вообще-то про имя. Прикинь, их так и зовут. Сам охуел. Почему бы это? Твои друзья сдохли. И до сих пор лежат в той пещере. Не беспокойтесь, это ведь второстепенные персонажи. Про них уже все забыли. Мы вообще... Это ж... Это же просто... Это жутко! Это жутко! Так просто слить этот момент. При этом я слышала, что вроде бы персонажи были раскрыты, но нет. Это просто куски мяса, которых мы забыли через пять секунд тут же. И да, главная героиня. Её зовут Сука Жрица. И знаете, вот просто я уже в аниме новостях сказала, что это очень странно, что у персонажей нет имён. И как выяснилось, всё очень просто. Тут та же фигня, что и у главной героини из Амнезии. Типа, просто придумайте им имена. Привет, я Эльфика. Ага, а полное имя? Эльфийка Лучница. Ладно. А мать твою как звать? Мама Эльфийки. Хорошо. Как ты назовёшь своего сородича? Эльф номер два. Блин, только вот знаете что? В Амнезии главная героиня была одна. И мы клали себя на эту героиню. То есть мы должны были представлять себя на месте этой главной героинии. Когда Тома запер нас в клетке. Это очень мило. А тут мы должны были представлять, что эти персонажи наши фишки. И мы типа боги. Вообще, знаете, когда обсуждала это аниме с кем-то в комментариях. Там мне сказали, что дело в том, что просто весь этот мир, это игра. Но, как я выяснила позже из интервью автора Тана Варанабе, это типа он вдохновлялся этими играми. Поэтому он написал маленький рассказ, в котором он дал персонажа жрица, убийца гоблинов и так далее вместо имён. А потом вдруг ему говорят, давай мы тебя напечатаем. И он такой, окей, только у меня нет идей для имён. Поэтому пусть остаётся так. Пусть читатели придумают имена сами. И, сука, мать твою! И ведь прикол в том, что он вроде как сделал некий такой прорыв. Прорыв, нечто удивительное, именно то, что он написал Ранабе от третьего лица, что обычно не делается. И это должно было сделать так, чтобы читатель не мог воспринимать себя как одного из персонажей, как это обычно происходит. Просто видел эту историю, видел всё со стороны, но нет. В таком случае нафига тогда было... Я вообще не понимаю, как это всё работает. Вообще я не фанат подобной фигни, когда ты читаешь от первого лица и представляешь себя на месте персонажа. Только в том случае, если я играю, если это визуальная новелла, только в этом случае я на это согласна. Только в этом случае я могу всё это представлять. Я даже вживаюсь в персонажа, то есть могу понимать. Но нет, 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 нет. Это, господи, это ужасно. Короче, всё, я поясирила. Возвращаемся к обзору. Следом, после того, как убийца гоблинов приходит, после того, как там почти уже все передохли, убивает последнего выжившего. Правда, там ещё есть одна тянка, которую там и всё это время имели хором. Ну да ладно. В общем, убивает предпоследнего выжившего, спасает последнего выжившего, спасает главную героиню. Потом нам рассказывают про то, что гоблины насилуют, после чего девушки уходят в себя, потому что они сломлены. Видимо, они не приветствуют ксенофилию, хотя учитывая то, что там эльфы, гномы, кто ты, ящеры и так далее, мне кажется, что если ты скажешь в этом мире, что ты не ксенофил, то тебя запишут в расисты. Уже в следующей серии нам рассказывают про то, почему убийца гоблинов так помешан на гоблинах. И знаете что, это всё, конечно, замечательно, но ей-богу, сука, мать твою! Нам нужна твоя помощь! Миру грозит уничтожение! Древнейшие демоны вырвались снаружи и разрушают города империи! Нет. А может, пойдём убьём пару гоблинов? Ты сказал гоблинов. Гоблинов! Да! Где? Сколько? Размер гнезда? Группа крови? Их музыкальные предпочтения? На рукаве. Да ну вас! Ой, пиздец! Ой, пиздец! На-на-на-на-на! А-а-а! Вы хоть понимаете, насколько это было тупо! То, что это было тупо, поняли, наверное, абсолютно все, даже самые тупые люди! Зачем делать персонажа таким? И просто на протяжении всего следующего сюжета главный герой неожиданно из-одиночки превращается в чела с группой. И они убивают гоблинов, и в принципе арок там не так уж и много, ну да ладно, это всего 12 серий, так что к этому я придираться, конечно же, не буду. На протяжении аниме периодически главного героя достается довольно жёстко, и он всё равно встаёт и начинает всех месить, словно это не главный герой, какая-то машина для убийств! И я бы ещё поняла, если бы нам показывали его жёсткие тренировки, ну да, нам показали один его флэшбэк, но после этого флэшбэка у меня не столько ищут вопрос по типу того, а как он стал таким сильным, сколько у меня появился вопрос, Чё это за чудо такое зелёное? Йода, это ты? Ты постарел? Ты же и так был старым. Одним словом, нет, нет, вообще никак, нам просто вручили главного героя, лица нам его не показали, но при этом сказали, что он офигенский красавчик, но к этому вернёмся позже. Одним словом, просто весь сюжет в трёх словах. Чувак убивает гоблинов. Забейте, раскрытия персонажей нет, раскрытия мира тоже толком нет. Давайте мы перейдём к плюсам и минусам, и потом перейдём к оценкам и забудем это третьесортное фэнтези. И вот просто не надо мне сейчас прыгать в комментарии с криками, ты просто не читал первоисточник, я делаю обзор на аниме. Всё, я не обязана читать первоисточник, только в том случае, если я действительно как-то сильно хочу разобраться во всей этой вселенной, но для того, чтобы я сильно хотела разобраться, меня должно зацепить само аниме. Аниме меня не зацепило, так что всё, аниме не зацепило, я особо сильно не лажу, ну разве что я вот хотела найти себе ответ на вопрос, какого чёрта там жрица, эльф и так далее. Всё, я нашла ответ на вопрос, всё, меня больше ничего не интересует, я хочу забыть это поскорее. Хотя оно и так забудется. Это не нечто жуткое. Итак, плюсы. Ну из плюсов, разумеется, можно сказать, что тут не самая плохая рисовка, хотя при этом японцы просто обожают запихивать CGI куда угодно, сука, мать твою, ну нафига его столько! Я, конечно, всё понимаю, там лень рисовать и так далее. Следующий плюс, аниме смотрится в какой-то степени довольно легко. Но это не от меня, это вот третью сортность. А теперь мы переходим к минусам. Просто, знаете, я эти плюсы чуть ли не выдавливала из себя. А вот минус сейчас попрут сами. Ну, пожалуй, начнём с того, что просто-напросто у нас главный герой, которого нет лица, который, по сути, своей машиной любит свет. Ну серьёзно, ей-богу! В особенности сильно меня пробомбил момент, когда вроде бы вот оно! У нас есть персонажи, которых мы довольно часто видели. Мы вроде к ним как привыкли. Просто убейте их! Сука, убейте этих персонажей! Сделайте так, чтобы мне стало грустно! И в конце концов, когда я видела изнасилование, я надеялась именно на то, что вы потом сделаете то же самое с персонажами, которым я привыкну. Изнасилуйте жрицу! Нет. Никто никого не убил, никто никого не изнасиловал. Убийца гоблинов, который только что подыхал, вдруг не с самого сего встаёт и убивает того, кто только что приложил его во стену. Просто встал и убил! Сука, мать твою, да это шикарно! Просто, знаете что? Просто, если бы вся армия Советского Союза состояла из убийц гоблинов, Вторая мировая окончилась бы, как только началась, на территории врага, как нам рассказывал Сталин. Вот просто! Божественно! Вот только есть одна небольшая проблема. При всей этой крутости, я без понятия, каким образом убийца гоблинов стал таким крутецким. Когда он успел? И вот когда, скажите мне, вот как долго он качался, бегал, всё это изучал, всё, что мы знаем, то, что он просто прокачан. Но мы не видим, как он прокачан. И скажите, что я не права? Но мне кажется, что самое интересное именно смотреть на то, как персонаж прокачивается, и только подумать на то, как он всех косит. Да, безусловно, существуют исключения, типа Таньки. Ещё есть Себа, у которого не было особо сильной прокачки, он просто мог кого-то косить. Но у Себы уже было другое. Во-первых, он довольно харизматичный, а во-вторых, нам было просто интересно наблюдать за тем, как он бегает и исполняет приказы Сиэля. Попутно порой автор добавлял туда шутечек, типа вот, смотрите, он крутит Эрос, и попутно вокруг разрывается лёд. Что касается убийцы гоблинов, то тут уже нету вообще никаких особых планов, стратегий. Да, там, безусловно, есть что-то типа «Вы должны высыпать вот этот порошок» и так далее. Да, это всё окей, но планы просто нереально простецкие. Там нету никакого особого рассматривания политической карты, там нету каких-то забавных несостыковочек с планом, или наоборот, присутствует состыковочка с планом, но она заключается в том, что персонаж должен подохнуть просто-напросто. Следующая проблема тоже от убийцы гоблинов, я даже не знаю, это отдельный минус или всё ещё этот минус, но это то, что нам не показывают его лицо, когда показывают, заявляют, что он симпатичный, и это просто выносит мне мозг, потому что ему явно же сломали нос. Да, вы можете мне сказать, типа, ну и жрица же наложила лечение, это всё, конечно, замечательно, но есть одна небольшая проблема, жрица-то лечение наложила, но после того, как она его наложила на руку, а нам показали только то, как она накладывала его на руку, рука всё ещё была забинтована, то есть она всё ещё была неисправна. Да, на примере своего отца я знаю, что сломанным носом можно быть супер-красивым, но знаете что, на момент похождения моего отца его нос сросся уже лет как сто, тут же нам показывают максимум вечер того дня, когда ему сломали нос, если не ещё раньше, он не мог там срастись, он должен быть жутко распухший, это должно мешать главному герою быть супер-красивым, а также нам вообще ни разу не показали его лицо, из каких соображений, вот я просто разрывалась между двумя вариантами, или типа поставь себя зритель на место убийцы гоблинов, не, ну а чё, на место кериты все друг друга ставили, чё нам мешать не поставить себя на место убийцы гоблинов, а? А? Чё, оба главные герои, оба главные герои гаремников, но к этому мы вернёмся позже. Был ещё другой вариант, что авторы просто рисовали его рисовали, а потом такие, нет, мы не можем нарисовать, он слишком красив, а мы рукожопы. Но знаете что, Яна Тобосов это не особо расстроило, ничего, Себа был нарисован, даже впечатлил, хотя вообще-то в её голове он сто раз красивше, но она всё равно его рисует, так что, не, это не оправдание, не, ни разу. Следующий минус это жёсткие сцены, которые были беспощадно слиты. Знаете, я в принципе вообще бы прошла мимо убийцы гоблинов, да, я читал на Шоке Море один коммент типа убийца гоблинов, о моём превращении в слизь кажется так, что это годнота, и этого обязательно порядки нужно посмотреть, но знаете что, кто-то считает годнотой цитрус, я же буду въезжать как последняя сучка, когда начнётся экранизация очередной арки Тёмного Дворецкого, так что вопрос годноты вещь спорный, во-первых, а во-вторых, попала я на убийцу гоблинов по той простой причине, что Кисида снял целый ролик, в течение которого он истерил про изнасилование в первой серии, и просто что же там должно быть за такое жёсткое изнасилование, подумала я и пошла смотреть, ничего, просто ничего, фигня, вообще аниме интенсория кишит жёсткостью, правда зачастую это в какой-то степени староватые анимешки, но аниме интенсория может кишить жёсткостью, например, те же самые игры со связыванием, которые запали в мою кокуру, вот ради бога, просто, но знаете что, я бы не назвала это шедевром, просто потому, что там были довольно жёсткие вещи, во-первых, потому, что там не было особого пояснения, что там к чему происходит, ну да, там было кое-какое пояснение, ради чего всё это происходит, но чё там у главной героини за амнезия, чё это за место, как она туда попала и так далее, ну, кроме того, что её купили, особых пояснений не было, а во-вторых, я думаю, любой человек, который хоть немного знаком с биологией, понимает, что та фигня, которая там происходила, невозможна, и вообще, владелец главной героини какой-то придурок, который жрёт бабу, которую он кормил говном, это как минимум не гигиенично, и можно травануться, хотя сцены жестокости там были, ух, какин, прямо на высоте, многих тошнило, ну, и последний минус, это то, что на главного героя просто-напросто вешаются тянки, и знаете, что вешаются они из него, на него примерно из тех же соображений, почему вешались на Кирита, и знаете, что я даже не буду спрашивать, на кого они вешались по менее логичной причине. Привет, мы тут это, задание в... Я тебя люблю. А, чего? Это как? Мы же с тобой три раза всего лишь виделись, в твоем случае даже слышались. И правда, чего это я? Глупости какие? Награду возьмёшь в гильдии. Я люблю тебя! Эм, это что? Эм, любовь? Это как-то связано с гоблинами? Эм, конечно же нет! Ну, я тогда пошёл. Эм, они просто вешаются, это просто гаремник, я открыла и увидела гаремник! Ладно, давайте домучим эту несчастную штуку, давайте выставим оценки. Ну, начнём с чего-нибудь приятного. Музыка десять, бесспорно, вот просто, она это заслуживает. Вот. Что касается визуала, то из-за любви японцев к CGI я сбросила оценку до восьми. Эм, сюжет, сюжет. Знаете, просто чувак пилит гоблинов. И знаете, поначалу я хотела поставить что-нибудь очень-очень низкое, но потом я подумала, что в принципе из-за чего моя ненависть? Из-за того, что эту штуку так зарекламировали. Просто. Если бы аниме было довольно тихим и мирным, это просто серость. Поэтому пять. А что касается персонажей, то вот тут уже беда-бедой. Неважно, разрекламировали это аниме, не разрекламировали. Факт остается фактом. Тут просто серые персонажи, у которых толком ничего нет. Как правильно заметила одна тётка, которая занимается критикой, шутки про расовые различия персонажей довольно быстро приедаются. Правда, она критиковала не аниме, но факт остается фактом. Знаете что? Подобная фигня была ещё кое-как нормально в ВАКФу. Но там персонажи, мир и так далее были более раскрыты. Да, безусловно, если ты хочешь узнать больше, ты должен поиграть в игру. Но в принципе мы всё равно понимали, что это за расы, какой там прикол и так далее. И поэтому все эти опоголовые и так далее в принципе выглядели не так вычурно. Тут же просто вставляются шутки, но особой разности этих рас не видно. Даже если она где-то и есть, то она есть просто уже в сложившихся мнениях людей об этих расах. То есть автор вообще ничего нового не внёс. Это просто он взял отдельных персонажей и запихал их в свою историю «Жарите!» Так что бесспорно я ставлю тройку. Итого у нас получается шесть с половиной. Я же говорю серость-серость. «Жарите!» «Жарите!»